МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прием до Олены Астапюк гомельчане пошли приходить прикладно за годину до его початку. Догий час депутат национального сходу працавала у Рашом, у одной из мясовых поликлиник. А тому ей добре ведут многие же хары. Пытания, с которыми звертаются люди, самые разные и актуальные не только для Гомеля. Будовництво детской поликлиники и открытие детских садов. Эта проблема особенно актуальна для новых микрорайонов. Плюс повышение зарплаты и створение працонных мест. На кожный сворот депутат дает конкретный отказ. Проблемы дефицита мест в детских садах, например, будут выращаться за кошт творения додатковых групп. У плане праца уладкования великий надей на приватный бизнес. Разом с тем, по слову Халины Астапюк, есть немало выпадков. Коллега мельчане навод не спробудь выращать некое питание на узроне администрации. А одразу накировываются до депутата. Приходили по поводу того, что деревья затеняют квартиру. Куда вы уже обращались? Нет, не обращался. Я думаю, что мой вопрос никто не решит. А вот вы, как депутат, позвоните и сразу же решат вопрос. Я говорю, давайте мы сначала сделаем так, как положено. Вы обратитесь в домоуправление. Если уже ваш вопрос не будет решен, тогда будем мы обращаться. Все хорошо, перезвонили, человек обратился и ему все сделали. У Мазырске дитяши реабилитационно-оздоровленший центр «Сидельники» поступило новое обсталявание. Его закупили по японским гранте. Контракт на 89 тысяч долларов был подписан в листопаде 2013 года. А напереды дни у центр пробыли гости из краины у заходящего солнца, как на своего отчего бачить, на что была выдаткована грошовая допомога. С подробностями корреспонденты телеканала «Мазыр». Гасси у центра чекали схвалявания, мы сустракали, как сяброу. На церемонию уручения приехали посол Японии у Республицы Беларусь Сигахира Меморы, его женка Ларета Меморы и этажа посольства Японии у Республицы Беларусь с подар и осуси Тамасигэм. С допомогой японского гранта центру удалось означно полепшить лечебную базу. Сиротка штовных новинок – две сучасные ангеляцинные установки системы обеззараживания, ванная для гидромассажу, аппарат для вытяжения и лечения грыжи позвоночника, кафедра для душа шарком. Усё это профессийное медицинское обсталявание дозволит значительно поширить спектр послуг и повеличить колькость процедур. Оборудование хорошее, эффект, конечно, положительный. Если мы могли на одного ребёнка где-то сделать 7 процедур, то сегодня они увеличиваются до 12. Также количество массажей тоже. 5 массажистов, 4-5 человек, они не смогут охватить всех. А с помощью вот этих вот армет, установка, массажные кушетки мы увеличим количество процедур, и дети получат, конечно же, эффект от оздоровления. Гость из Японии наведывали сидельники в листопаде в 2014-м. В раз 9 месяцев их сустрел уже зусим инший центр. Совсем иная обстановка, совсем всё изменилось. Столько разница какая большая, так что я очень рад, очень приятно. Сегодня в сидельниках проходит оздоровление каля 350 детей из разных районов Гомельчины. Виновит на здоровье детей основная мета финансовой допомоги японцам. Гуманитарная супрацовница Дзюг Краин почалась ещё в 1991-м годе. Япония активно допомогала Беларуси у переодоления наступства у Чернобыльской трагедии. В 2011-м, после аварии на Фукусиме, неоценным для Японии оказался опыт беларусов. Такой практический опыт, который, как сказать, дебактизации вот этой почвы, воды и так далее, да. И всякий вот род, как можно жить в загрязнённых территориях. Вот у вас есть накопленный такой опыт. И мы научили очень много от вашего опыта. Так что японский народ очень благодарен, очень благодарен, вот это как раз помощи беларуськой стране. Супрацовництво Японии и Беларуси протягнется и в дальнейшем. Як твумачить сами японцы, укладывать у разведчесу светной супольности, значит, забезпечивать розквит и у своей краине. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Сегодня у «Гомеля» отбылось урошистое мероприемство с нагодой святкования 95-й годе с дня створения Державной статистической службы. И она берет свой початок в 1920-м годе, когда военно-революционным комитетом Беларуси была принята постанова об утворении одного статистического бюро. На початку 90-х годов минулого статистического бюро и оно было перетворено у Министерства статистики и анализу. У 2008-м – у Национальной статистической комитеты Республики Беларусь. Сегодня главное статистическое управление Гомельской области – одна из со складающих структуры территориальных органов Республиканского комитета. Галиновые отделы працуют у каждом районе Гомельщины. Як и десятки год тому, на ниве статистики региона больше служащих жанчины. И они складаются 93% от огольной колькости супрацовников. Тут займаются сбором оперативных дадзиных, які адлюструювать экономичное, демографичное, социальное и экологичное становище у Республицы. Сегодня без этой информации не могут обыстись державные органы, установы и организации. Почат святошного мероприемства Уголовным статистическим управлением Гомельской области отбылась урошистая церемония узнагороджения самых отказных и активных в своей работе. В канун нашего профессионального праздника и 95-летия со дня образования органов статистики Я хочу поздравить весь наш коллектив, всех наших бывших работников, ветеранов статистики с этим красивым праздником. Пожелать им счастья, успеха во всех делах. Размова про подрыхтовку до нового научального года пользуясь сёня у программе «Диалог». Гостем студии станет начальник управления дукацией Гомельского облвыконкама Сергей Порошин. Свои пытания про пановы и заваги вы можете адресовать гостю программы по телефоне промога эфиру «Гомели» 77 68 45. Долучайтесь до «Диалогу» сёня у 18.1.10 хвилин на телеканале «Беларусь-2». Вышивать крыжиком справа простое только на перший погляд. Гомельчанце Галине Боевой спотребилось 20 годов, ка проставить персональную выставу. Катярына Сапельникова протягне. У областным Центра народной творчести разместилось 26 работ, але Галина признается, я шесть только ж подарила родным и сябрам. Захопление вышивкой пришло, дая ей у 18 годов. С тех часов я наэкспериментую с текстурами и тематикой работ. Первый раз это, конечно, были цветочки из трех крестиков, но мне понравился процесс. Зараз у коллекции Галины можно найти картины как с кветочками, так и больше серьезной работы. Створение особных займало Каля четырех годов. Здесь три работы из серии «Маяки», старый город, серия «Нью» черно-белая. Там серия две работы «Поля» и вот серия «Архитектура мира» самая моя любимая. Я очень люблю путешествовать, увидеть что-то новое и мечтаю побывать в тех местах, которые вышила. Галина – майстер на все руки, и она не только вышивая, а и шея, и вяжа. Дарячу подукаться женщина – провизор, а ли себе знайшла все ж таки в майстерстве створать картины, какие несут сенс. Катярына Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня православные верники означают одно из 12 галунных христианских святов – проображение Господнее. В народе в этот день ведомо, как яблочный спас. Во всех храмах в области из нагоды свята проходят урожисты богослужения и освящение садовины нового урожаю. Свято установлено в память проображения Иисуса Христа перед вушними на горы Фавор. В этот день люди проходят поклониться до святой иконы и освятить свой первый урожай садовины. Не оглядяши на то, что свято пропадает на Успенский пост, верникам в этот день дозволяется послабление. Можно уклюшить в рацион рыбу и слонешниковый аллей. Так само лишится, что кожный верник обовязково повинен съесть хоть один яблок с медом, как быть здоровым весь год. Разом с тем, пронятно шастовать освященными яблоками родных и сябру, раздавать садовину бедным. Однако для верника у яблочный спас заключается не только освящение урожаю. Это еще и махчимость от шуць, перетворение и хороство души. Новины региона, информацию о проектах телерадокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok